Настойчиво почивать гостя даже во время чаепития своеобразный этикет в татарском доме. Хотя если тот и сам татарин, то уговаривать его вряд ли приходилось. Главное угощение татар «Чай» писал в начале 19 века европейский историк Карл Фукс, долгие годы проживший в Казани. Да и сейчас этот удивительный напиток довольно популярен в Татарстане. Чай в Татарстане появился только в начале 18 века. Начали заводить из Китая, из китайской провинции Кяхта, и чай к нам шел конными верблюжьими караванами 2-2,5 года. Сами понимаете, срок огромнейший, наценка была очень большая, и отдельно черный чай могли себе позволить только около 5% всего населения. Остальные, чтобы как-то выкрутиться, чтобы как-то сэкономить, начали пить чай именно с травами. От этого и пошло, что татарский чай – это черный чай с травами, очень крепкий и очень горячий. Это два основных нюанса татарского чая. Очередной мастер-класс в Казанском чайном дворе. На таких мероприятиях профессионал чайных дел Камиль Шакиров рассказывает, как правильно заваривать популярный напиток. Но гораздо важнее пить чай правильно, говорит он. В этот раз гости представители трех поколений одной семьи пробовали черный чай с душицей, шиповником и горной мятой. Когда вы поднимаете и опускаете чайник, возникает кистородная пенка, и чай насыщается кистородом. Выпивая данный чай, кистородом насыщается ваш организм, и проявляется такой бодрящий, возбуждающий эффект. Чайный двор расположился в комплексе Тугановылым, название которого в переводе значит «родная деревня», и работает только второй год. За 2018 год здесь продали 3,5 тонны чая с травами. Цифры говорят сами за себя, доказывая, что чай – массовый продукт. На сегодняшний день мы нашли тот черный чай, за основу, который берется у нас. Это именно тот черный чай, который впервые приехал на территорию республики Татарстан в начале 18 века. Из провинции Цзинли какую-то часть трав мы собираем здесь, в Татарстане. Какие-то травы мы заказываем с Кавказа, с горной местности. То есть это экологически чистые травы на высоте свыше 2000 метров над уровнем моря. То есть они без каких-либо примесей, все полностью натурально. Какие-то травы едут к нам с Алтая, но вкупе получается такой татарский чай. Адель Шарипов, работая в прошлом в сфере городского общественного питания, не мог мириться с тем, что в Татарстане татарский чай производит европейская компания. И увлекая за собой других, он решил лично окунуться в мир национальных традиций чаепития. Вы, скорее всего, заметили, что на столе есть сахар, но я не предлагаю вам ложек. Это чтобы у вас не было соблазна положить сахар в чай. В татарский чай сахар не кладут. Если вы пришли в татарский дом и положили сахар в чай, для хозяина это считалось оскорблением. Потому что в каждом доме был свой состав трав, свой рецепт чая. И вы этим говорили, что чай недостаточно вкусный, его нужно разбавить. Так уважение к хозяину дома, его угощение вошло в традицию чаепития. В прошлом дорогой по цене сахар использовался только в прикуску. Настоящий татарин за один присед выпивал от 8 чашек чая. После бани 30. Это была такая норма. Все связано с чем? У других народов чай пьет после принятия пищи. Так ведь? У татар до, во время и после. У нас всю трапезу сопровождает именно чай. Видимо, с такими долгими застольями и связано появление трактата татарского просветителя Уты с имени, который в конце 18 века критиковал казанскую чайную церемонию. По его мнению, это чужеродное явление. Увлекаясь им, мусульманин оставляет заботы о вечном. Несмотря ни на что, татары, как и в прошлом, продолжают собираться в кругу семьи и коротать время за горячим крепким чаем. И мастер-класс с чаепитием гостям пришелся по душе. Главное, детям понравилось. Даже пить из пиалой, держать двумя руками, и вот как-то они это по-особому восприняли. Порекомендовал такую форму чаепития, поскольку он содержателен, вкусно. И вот этот сам ритуал, он в себе содержит такие древние корни, которые нам дают знание, ощущение своей идентичности национальной. То, что мы татары, и любим этот напиток, который полезен и вкусен. Методы заваривания народного чая участники мастер-класса обещали использовать и дома, но уже для своих гостей. Наливка чая, это меня уже заинтриговало. Спасибо, что мы тут сегодня научились, открыли для себя в таком возрасте новшество. Конечно же, собравшиеся поделились и своими привычками, вкусами и семейными традициями чаепития. В чайном дворе не скрывают, что наследие национального напитка пополняют в том числе и рецептами гостей. Правильный чай способен развязать язык любому. Мне очень нравятся такие моменты, когда приходят гости, казанцы, приходят, садятся за стол, пьют чай. Вот они делают один глоток, у них восхищенные глаза, они говорят, как будто я сейчас там приехал к Двойнике. Вот я вот в деревне был, вот у меня такие ощущения. Именно тот запах, именно тот аромат, именно такая чашка. В такие моменты организаторы казанского чайного двора понимают, для чего они занимаются этим неприбыльным национальным проектом. Видимо, для удовольствия своей татарской души. Наталья Шагеева, Ильсера Зариф, Эдгар Шаги Ахметов, канал Алиф, Татарстан. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До новых встреч!